Всем привет, ребята! Всем хорошего дня и хорошего настроения! Несмотря на осень за окном, Баксик, он тоже сидит, да, думает, что за погода, все затянуто, ощущение, что время часов шесть вечера, хотя время только час, начало второго. Это одна из причин, почему я хочу жить возле моря, в теплых краях, где-то на юге нашей Родины, потому что ты, когда просыпаешься, изначально открываешь глаза и не поймешь, сколько время, то ли вечер, то ли день, небо затянуто вообще даже не намека на какое-то просветление, от этого прям твое настроение, все зависит в самочувствии и сразу как-то не очень тебе грустно живется. Поэтому все и хотят поближе к морюшку, к теплым краям, когда солнце светит. Опять же, когда там солнце светит и плюс 40 каждый день, я это тоже не вынесу. Я больше все-таки люблю холод, но холод хотя бы с чистым небом. Я уже практически собралась, мы сегодня едем в деревню, в деревню к бабушке, к деду, к бабушкам и к деду. Сначала в одну деревню заедем, потом в другую. Сейчас собираюсь, еду на заправку, заезжаю за мамой, поедем вдвоем с мамой. Звала брата еще, он говорит, я с ночевой что-то не это, а мы поедем с ночевой, потому что время уже обед, время 2 часа доходит, пока мы выйдем. Ехать 120 километров, поэтому будем ночевать в деревне. Кто любит эту деревенскую романтику, будет интересно. Погода, конечно, немного подкачала, но ладно, хотя бы дождь, не снег. Сегодня, завтра у нас еще пасмурно. Плюс 2, плюс 4, а послезавтра уже снег обещают и минус 5, минус 3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка. Ну все, на заправку заехали, заправили, сейчас еду за мамой, с мамой еще заедем в магазин, возьмем гостинцев в деревню и поедем. Все, мы собрались, поехали, в итоге едем с мамой, с братом, пошли в магазин, сейчас купим и выезжаем. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. А нам это хозяйка квартиры сказала, вот все квитанции надо с ящика взять, все сфоткать ей, отправить. Она там типа, она в личном кабинете. Короче, вообще, я тоже участвовала 18 числа, надо все с ящика достать, сфоткать ей. Берем, счетчики фотографируем, они фотографируем, я прошу показания счетчиков. Да. Да. Вот обычно, видишь, что, у вас же кроме счетчиков еще есть все. Ну, всю квартплату, да. За все. Там мусор. Вот это же все. Да, за мешочки. Вот чик. Пункт номер один. Мы на месте. Куртку. Да, дождь идет. Снег идет. И снег, и дождь. Какой? Ааа. Вот этот розовый. Так, банку я оставляю. Там дождь остальная. А что тут все? Бэли. Все у нас гараже. Ну, спят ходи. Что-то свет уходи нет. Какая погода. Ты открыл. Да? Ну, сейчас... Сейчас позау. Сейчас попробуем. Сейчас будем дозваниваться. Нежданные гости. Конечно, никто не звонил, не предупреждал. Избушка на клюшку. Звонок? Блин, тут коврик. А где звонок-то? Вот он. Ну-ка. Я тоже не слышу. Дверь закрыта, не слышно, я не слышу. Сейчас телефон не звонит. Вот так вот. Надо звонить перед тем, как. Посмотри, ветки. Дед нарвал. Какие веточки? Веточки. Это еловые же. Хотя зачем ему рвать, у него вон во дворе. Так, надо калитку закрыть. Вот так вот выехали, не предупредили. А, иду. Всё закрыто. Снег, снег идёт. Оказывается, можно вспышку включать. Вот. Птички чирикают ещё. Красота. Деревня. Дождь идёт и идёт. Как в Челябинске с утра шёл. Звонили бабушке. Она говорит, у нас нет дождя. А здесь ещё и дождь, и снег. Может быть, у другой бабушки там и нет дождя. Здесь есть. Ой, привет. А тебя можно пускать? А? Ну, пойдём, попробуем. Если не выгонят нас. А кошку можно пускать? Ага. Можно, можно, можно. Привет. Там ещё есть. Конечно. Ой. Ну, кто? Блин. Тебе-то не взяли корма. Надо было корма взять. Ну, а? Чувакик гулял. Это тебе баб лично. Лично. Ой, баба, пьёт, пьёт. Так, вот иди-ка на диван. Иди, иди пока не упала. Пока мы здесь с капустой занимаемся, ты иди на диван. Да ёб, поймай. Ну, куда ты полез-то? За капустой. Артём сейчас слазит за капустой. Ну-ка. Отстань. Ну, ты чё? Да я капусту достану. Да достанем сейчас капусты. Ты иди ложись. Без тебя достанем. Блядь, ага. Вот лучше не это самое, не лезь туда. Так, а чё мне лезть это там? Я здесь ничего. А? Так, в венках капусты. Там немного её в этом стоит. Видишь? Надя спрашивает, он молчит. Конечно, наверное, на углезе, где-нибудь купил в магазине. Ты все будешь резать? Да. Так, чё мне вторую доску брать тогда? Зачем? А ножик один? Ножик один. Ну, такой-то один. Обычным, да, нарезать? Ну, таких-то много. Да, но мелко просто будет. Ой, крупно наоборот. Ну, да, крупновато. Ну, зато быстрее. Папа, почистишь всё. Дед сегодня немного пригубил. Мы приехали, разбудили его. В общем, он немного концерт устроил. Папа ему делал вчера машину, буквально вчера приезжал, делал ему машину, карбюратор. Но сегодня дед поехал в деревню, получается, и сломался. И вот сейчас, чтобы папе второй раз не кататься... Чтобы не кататься, сейчас брат попробует снять карбюратор. Но сначала надо попасть в гараж. Чё, открыл? А дед спит, ключей нет. Мы не знаем, чё, где... О, Артём нашёл, да, ключ? Молодец. Ключи нашли, в гараж попали. Идёшь, 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 это не надо делать. Идёшь, вытащил, вытащил, вытащил. Чё там снег идёт? Нет. Снег, дождь. Топ, идёшь. Ой, ничего не видно. Просто темнота за окном. Один фонарь на улицу светит. Ну, вроде нет снега. Моя! Ну, ты смысл, как он башит. Нам, Мороз, давай вот всё это... Прошу, Мороз. Погладят бы со мной вместе, хорошо бы было. Конечно. Прошу, пока. Мама срастёт, ну ты, сапога. Прошу, как он башит. Мама срастёт, ну ты, сапога. 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 помоем это чё караси караси салат а чё на рыбалку ездил приехал за тетей маминой родной сестрой сейчас я заберу и поедем к бабушке дождь тем временем вообще ни разу не прекратился вот как с утра он шел в челябинске так он здесь и идет на трассе вообще снег с дождем здесь дождь температура хотя бы 4 градуса с плюсом завтра тоже еще плюс будет а потом уже снежок сейчас будем мыть посуду и чай пить начали сочинять ну не хотите не надо вот именно стол сейчас уберем конфетки бараночки время уже у нас 12 часов ты хотела за шубой пойти а в клуб не знаю там же наверно больше ста человек придет и будут проверять qr-код а как выставка да у бабушки в деревне два магазина магнит и светофор и вот сегодня говорят то что там тоже уже вход по qr-кодам как и у нас в челябинске с бабушкой по доброй традиции перед сном сейчас сыграем в дурака и посмотрим кто из нас пермском крае забыла деревню пермс пермс пермс-то недалеко от нас я говорю пермском крае это подмена днк на нтв которая подмена детей из роддоме да и в это в 55 лет только неправду узнали что они подменены дети а как они узнали родители им сказать ну вот одно и одно из этих девочек родители сказали одну все время нас уже не реносовали то есть ему уже по 55 лет для не узнали что они поменены вот сейчас на 3 вот надо ему это было вообще да ну да не все так как то что истина правда добра одна-то одна-то главное было нормально и это вот одну-то в семье все время бежала и мать тоже ее дергала на в хорошую себя одна была как бы обижена она и щас мать и сестра и даже не общаются с ней ничего и она поехала на передачу давай опять червей себе раздала на тебе хороший да и чё там один козырь так это и поехала на передачу они даже не согласились и дать брак просто выслал свою днк от не передал а сам не приехал на передачу ничего и он там видео показывает что он ей дает вот этот с днк и говорит тебе это чё надо что на всю страну муж позориться нас позорить будешь и не мать никто не приехал у него единственной мать есть которую обижала мать не то что она там и обижала но она говорит памяти вообще ничего нет ну такое обидное слово какое-то из детства подкидыш как-то по-другому не подкидыш как-то по другому вроде папа то пока был живой он как бы ее не обижал папа к ней нормально относился а мать вот все время ее в общем она не любимая была одним словом 8 почему позор нет вот видишь нет и теперь по миллиону выплаты за эту подмены но нормально на деле можно и узнать правду ничего не забирает 10 8 говоришь не забирают не позорил меня то вообще и опять не взяла я же не виновата 9 козыри все нет 6 дура да и сюда нет а чуть нет ну да мало больше меня нету ничего толку парных карт нет как играть и так но не обязательно же так не обязательно все по выходили уже чё нет балет нет не нет балет нет блин бану я не знаю но все давай раздам да и все чё нету мне ничего мне ни одного козыря нет все собрала себе блин и сидит почему почему я должна быть виновата если мне шли козыри ладно сейчас ты выиграешь пойдем спать так козыри у нас черви у нас финальный раунд три на три два восходила с десятки так сейчас я скажу сейчас я отобьюсь шестеркой нету так купила кого купила меня почему почему опачки вот это поворот нету нету все ничьи победила дружба да а теперь точно можно идти спать с легким сердцем я думала эту скорость и почему-то я не заметила у меня осталось шесть семь восемь козырный в конце у меня вообще ничего не а у тебя в начале хорошо пожила и хватит это хуже некогда в начале такие карты в итоге дураком бываешь я значит легла спать бабушка мне дала одеяло она горит она без пододеяльника и укрыл меня еще одним пледом а сверху уже теперь можно ты папа хватит все вот теперь по фэншую да конечно всем спокойной ночи всем доброе утро сейчас будем чай пить потом я буду пришивать шторины а бабушка чебурики жарить сожители сожители да одну сегодня хоть небо ясная хоть жить захотелось это вообще блин не не надо конфеты же мы поехали в магазин с бабушкой хочет тебе шапочку посмотреть нифига солнце но мы вчера тоже видели на подъезд да ну а там всю неделю и следующую тоже вон там за это озеро хорошо хоть сегодня тесная погода ну вон там я по краю шла вон тропинка да подморозила пришли с бабушкой на площадь тут вечный огонь вот памятник горит огонь вечно вот такая площадь в селе октябрьском так чё куда мы идем зачем а фильтр за фильтром на фильтр же у тебя есть за кассеты смены мне кажется вот пятерочка большая вот там наверно qr-коды тоже уже доброе утро пешком там такая грязь а ну по той улице до грязно ну пусть идет чё передумал но я сейчас ехала вот эта улица грязная чё ключ надо завести а юрки нет а сейчас только уехал а вы быстро а ты вот так а вчера видимо это прошлись подождем а постирательные кислотные дожди это ты какими судьбами то ты чё мы уехали а ты приехал ты уже с чудиного о молодец так это дело не в карбюраторе значит но карбюратор же с нами у нас тут уборочка я тут протираю готовка а еще шапку да мы съездили в дк там выставка шуб шапки там по 8 по 6 тысяч вообще в рекламе на тиктоке 1300 в общем сейчас посмотрю на вайлдберис может бабушки на вайлдберис шапку найдем приду да и будут шубы норковые покупать на такую же купила только светлая она у ней она купила за 2000 здесь здесь на выставке на выставке а в магазине магазине а сейчас я не вижу поэтому я думала может на выставку пойду и там возьму я предполагала что ну тысячи две с половиной она 4 6 8 ну вы меряете да я вам не 4 6 она сказала 6 8 так никого нету они вдвоем сидят там шубы вывесили в центре смотри просто здесь и сразу покажу вот так вот его просто повернуть иди посмотри на занавеску она ей не помогло я повесила новую тюль попросила ее под собрать сверху и вот так вот получились боковины как-то вообще не очень наверное придется распускать а там папа с братом представляет телевизор оставить так нет нет середины ночью это на но собрала я по краям сейчас распущу все распустили все будет все ребят я загрузилась бабушка сложила чебуреки который жарила банку огурцов соленых еще пельмени положила все выезжаю потихоньку папа приехал пока мы ездили по магазинам папа тоже приехал в деревню у деда же вчера машина ломалась он ему уже с утра машину починил и приехал сюда в деревню он приехал и я говорю маме и артему брату так чё может с ним поедете мотка да с ним поедем обратно что на меня так обиделся типа на я говорю на мне на чтз просто чтобы не заезжать в другой район если папа здесь вы с ним можете уехать в одно место он что-то на меня так обиделся а я вспомнила что мне все равно надо заезжать на чтз сейчас к родителям потому что у меня там барахло из багажника выгружала и карбюратор он оставил у меня в машине мне надо папе карбюратора дать в общем я говорю да ты чё я говорю пошутила поехали со мной он что-то на меня так обиделся все попроси меня еще чё-нибудь сделать я думаю ну ладно хочу вот такая неосторожная шутка вырвалась у меня и привела к нашей ссоре вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки и до скорой встречи а